Здравствуйте, уважаемая комиссия, здравствуйте, ребята. Меня зовут Бусыгин Иван Павлович. Сегодня мы проведем с вами урок по обществознанию. Здрасте. Здрасте, да? Я хочу, чтобы вы не волновались, не переживали. Я, насколько знаю, вы очень активны. И я хочу, чтобы вы эту активность сегодня показали. Прежние знания вам понадобятся достаточно не в полном объеме. И важна ваша активность, и я ее буду оценивать. Я сразу скажу о том, что в конце урока вы сами выберете победителя среди ваших групп. Но я обладаю правом добавлять определенное количество голосов. За что? Во-первых, за правильный ответ в начале урока и в конце урока. За то, как группа сработает, насколько организована, насколько сплоченно она сработает, насколько правильно будут распределены роли и так далее. Ну и в конце мы выявим победителя. Тему урока я вам, конечно же, не скажу. Я хочу, чтобы вы мне сами ее назвали. А перед этим я вам покажу некоторые фотографии, которые я с удивлением обнаружил в сети интернет. Итак, ваша задача сейчас определить тему урока. Не видно, да? Вообще не видно. Субкультуры не видно сейчас. Так, субкультуры. Попробуйте определить тему урока. О чем мы будем сегодня с вами говорить? Пожалуйста. Субкультуры. Субкультуры. Подростков, может быть. А подростков, совершенно верно. Только молодежь. Молодежные движения. Молодежные движения. Субкультуры. Подростки субкультуры. Так, подростки. А вот субкультура более общая. Ну, она из кем общества? Подростковая. Вот почти субкультура, но более широкая. Понятно? Культура, совершенно верно. И тема урока сегодняшняя наша, это подростковая культура. Ребята, вот что означает вот это выражение? Нам с вами нужно поставить цель. Что обозначает это выражение? Догадайтесь, пожалуйста, вот на основании вот этого выражения, какую можно цель вы сегодня поставили. Найти хорошие и плохие стороны человеку удобно. Совершенно верно. Нам нужно с вами будет выявить, да? Выявить какие-то отрицательные стороны молодежной культуры, как подростковой культуры, и положительные. И поэтому цель урока – это выяснить, что молодежной культуре – это вред или польза для подростков. Вот такая будет у вас цель урока. Сегодня мы урок проведем в виде дискуссии. Вот у вас лежат ваши роли, не лежат, я вам сейчас их раздам. И здесь есть у вас то, что делает каждый. Сейчас мы с вами проговорим, чтобы вы понимали. Перед дискуссией, ребята, посмотрите на меня, мы бы позже это проговорим. Ребята, перед дискуссией у вас будет задача найти аргументы, тезисы, которые я вам скажу позже. Ваши группы находят тезисы, которые утверждают будущий тезис, ваши, которые отрицают. Вам нужно будет найти тезис. И помимо этого выполнить задание, которое у вас записано. Понимаете? Давайте попробуем. Начинается с группы утверждения. А вы принимаете руку, кто является кем? Начинает выступающий группа утверждения. Кто у вас выступающий? Выступающий. Группа отрицания задает вопрос. 15 секунд у вас будет после того, как ответил выступающий, вы задаете вопрос по поводу его выступления. Согласный, вы не согласны, да, и какой-то коварный вопрос. Отвечающий с этой группы отвечает. Второй дух переходит в первая группа отрицания. Дает тоже свое определение, которое у вас есть, или соглашается с мнением. И свой аргумент, который отрицает главный тезис. Ваша группа что делает? Задает вопрос совершенно верно. Здесь у вас отвечающий. Отвечает, да? Потом переходит к вам. Вы выступаете. Задает вопрос кто вам? Да. И вот таким образом получится, ребята, что все вы, 12 человек, вы все понемножечу в каждом. У вас будет время. Но я буду еще контролировать, да, и будет время на подготовку ответа. Или для того, чтобы задать вопрос. Итак. Главный тезис, то есть тезис дискуссии, это молодежные культуры вред подростку. Или... Молодежные культуры вред подростку. Это утверждение. Вы доказываете, что молодежные культуры вредят. Вредят, вы утверждаете, что нет, что нет. Понятно, да? У вас есть возможность использовать разные источники информации. Во-первых, это учебники. У вас здесь есть закладки. Во-вторых, у вас есть ноутбуки с подключенным интернетом. Вы можете смотреть в интернете. И в-третьих, вы можете использовать статьи. У вас здесь статьи по поводу молодежных субкультур. То есть три вида источника информации. Ваша задача так распределить, чтобы каждый занимался определенным источником. А потом обобщить все это и подготовить ответ, вопросы и так далее. Понимаете? Вопросы есть какие-то? Итак, приступаем. У вас 7 минут. На подготовку. Пожалуйста. Вот тут задание. Город, я. Продолжение следует. Спасибо большое. Спасибо. 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 Можно просто нанести как со статьей? Что угодно. Выделите. Можно выделять 10 статьи в Саня Шевченко. Ребята, в статьях можете сами выделять даже, чтобы вы не переписывали, а время выделяли. Спасибо. 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 И у Sigrid Раиса Великой. Так, заканчиваем. Вы готовы? перед тем как мы приступим я вам должен объяснить правила ведения дискуссии выступает только один человек со соответствии со своей ролью но группа обсуждает имеет право обсуждать на выступает только один выкрикивать с места чего-то ни в коем случае нельзя если у группы не готов ответ или вопрос то право хода переходит группе такого же направления предположим группа утверждения не смогла ответить на вопрос да тогда у вас будет но у вас будет 15 секунд на подготовку вы будете отвечать без подготовки то есть вам нужно будет тоже использовать это время случае если не будет готова это понятно ни в коем случае нельзя выкрикивать вы тем более переходить на личность оскорблять данная надеюсь что этого не у нас не будет итак пожалуйста выступает первая группа утверждения приставка су это вот получается культура тес как вот культура ага и это место в обществе имеет у некоторых это как ну идет как религия или что-то иное а некоторым это все равно и люди принявшие субкультуру бросают учетку из-за этого она взлетит общество так аргумент люди вошедшие подростки до вошедших субкультуру бросая учебу поэтому тезис молодежной субкультуры варит общество 15 секунд на подготовку вопроса к полоте согласно подтверждения нет ну и к вам вопрос так группа вторая отрицание отвечает задающий вопрос задает вопрос 15 секунд на обсуждение ответ на вопрос потому что люди попадающие субкультуры могут бросать учебу и связываются с разными временами ну допустим наркотиками алкоголем все спасибо спасибо так теперь выступает группа первое отрицание вы готовите вопрос пожалуйста нашим первым заданием было найти значение приставки суб приставка суб означает что слово которому оно присутствует приставка в нашем случае субкультура означает что она расположена около полностью то есть это считается как что-то рядом стоящее также приставка суб оказывает на подчинение зависимость от главного своего возраста но это опять же означает что субкультура зависит целиком обществе также приставка суб означает что это что-то меньше чем то от чего оно зависит ну субкультура явно меньше чем культура вторым заданием было найти что такое субкультура и ее место в общей культуре ну в общем ты уже определила, да? ну хорошо говори субкультура это часть культуры общества отличающейся от большинства также может иметь разные основы то есть политическое, националистическое, ну хорошо такие штуки все и третьим заданием было подготовить аргументы, опровергающие тезис дискуссии но первым и самым главным аргументом у вас один, аргумент один только один, да? субкультура это способ самовыражения человека где он может найти людей, которые близки ему по мыслям, у которых есть общие темы ну то есть, по сути, он находит новые средства общей любви спасибо, хорошо, 15 секунд на обсуждение и вопрос задать так, вопрос, пожалуйста, от вашей группы спешите так всегда ли хорошо, что люди с одинаковыми мнениями в этой субкультуре объединяются? так сказать, могут ли эти мнения быть плохими? пожалуйста не, пожалуйста так, пожалуйста, группа отрицания отвечает ну, если люди будут без объединений, то есть, нет если люди не будут объединяться, то они могут сами начать самовыражение а, мне кажется, в группах это будет кто-то может будет ответить за это и, например, помочь избежать каких-либо проблем если люди не будут объединяться, это будет для них сложнее я не могу, но, на принципе, никаких дел все ясно все ясно, хорошо, спасибо так, вы выступаете ну, выступающий у вас тоже я считаю, что это будет гораздо опаснее только потому, что они будут как бы группой или поодиночке то есть, они будут по нам и не смогут нанести большой вред чему-либо спасибо, но у нас время ограничено, поэтому вы выступаете по вашему заданию по вашему заданию первое вопрос это было значение поставки суд а оно обозначает выхождение людей чего-либо и противописанкового да второй вопрос да что такое субкультура и ее место в обществе то есть субкультура это система ценностей моделей поведения жизненного смысла в какой-либо социальной группы ее место найти себе подобных по мышлению может как-то начать взаимодействовать ну, научиться взаимодействовать с людьми научиться сейчас научиться дискутировать немножко с другими группировками то есть научиться оставить свое мнение среди других замечательно а какой аргумент утверждения у вас? нет многие субкультуры имеют региозную или политическую основу и некоторые из них призывают к революциям или расовой нетерпимости что может привести к массовым беспорядкам они могут иметь такие очень смысл всей группировки что допустим надо там допустим употреблять какие-нибудь наркотики чтобы находить какой-то там смысл видеть то, что мы видим другие именно по действиям других вещей которые считаются вредными в остальном обществе спасибо спасибо ваш вопрос 15 секунд обсуждения так, пожалуйста, ваш вопрос почему почему именно ты взяла вот то, что это приводит как бы к революции получается не только что плохие привычки бывают а бывают что занимаются хорошие привычки так человеку получается найти себе что-то хорошее и как бы понять на что он способен отвечаю еще 15 секунд у вас есть ответ не всегда обычно пилочки плохие то есть человек обычно то есть только остаться в этом обществе он хочет достичь того, что достигнули основные годы в обществе то есть и написать очень спасибо итак теперь ваша группа выполняет задание отвечает на вопросы и аргумент позицию отрицания ну нашим первым заданием было определение понятия и места субкультуры подших культуре ну субкультура она как бы уже было сказано что политические взгляды религиозные но в субкультурах они во многих местах и это как бы неформальная группа то есть внешкольная в школе как такого нет и как формальность в субкультурах люди общаются между собой имеют общий интерес допустим субкультуре как музыка они не могут одеваться ярко они могут именно как их интерес только музыка допустим многие как жанры он тоже имеет много поджанров но также и значение приставки суп ну приставка суп уже была сказана да но наш аргумент субкультура они нужны так как человек люди входят в субкультуру в основном творческие они как самовыражаются не только музыка как бы субкультуру они образуют допустим живопись тоже свое определение именно в этом обществе они начинают самовыражаться они имеют критику среди сверстников с таким же мнением спасибо 15 секунд на вопрос на обсуждение субку субкультуру 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 спасибо спасибо секунду вас спасибо так пожалуйста ответ Хорошая сторона субкультуры, к чему они заводятся. Во-первых, объединяются люди с одинаковыми, может быть, интересами, одинаковым мышлением, скажем так. Что еще? Ну, у каждой субкультуры есть свои ценности, свое творчество, скажем так. Вот это вот все развивается. Что еще? В некоторых случаях это приводит к, не знаю, развитию личности, может быть. Спасибо. Спасибо, Ильяна. Ну, такая у нас произошла дискуссия, небольшая, да, потому что ограничены мы по времени. Вот. Скажите, добились ли цели урока? Выяснили, приносит ли молодежная субкультура вред или пользу? Выскажитесь, пожалуйста, свою позицию. Скажите, у меня нет. Пожалуйста. Скажите, у меня нет, так как каждый человек имеет свою точку зрения, и, думаю, до конца выяснить, приносит ли они вред или пользу, или не знает. Так, хорошо. Есть еще точки зрения? Пожалуйста. Ну, я считаю, что если субкультура не приносит вреда обществу, то, естественно, она полезна. Совершенно правильно. Ну, согласен, спасибо. Ещё какие-то точки зрения? Пожалуйста. Мне предпринимают. В субкультуре есть способы самовыражения, и не всегда они получаются вовы над людям. Но бывает, что вовы. Спасибо. Ребята, а можно ли рассматривать такое явление как субкультура в чёрном, только в чёрном или только в белом свете? Нет, конечно же нельзя. Есть как плюсы, так и минусы. Есть как вред, так и пользы. Совершенно верно. И сегодня вот вы выясняли, какие могут быть опасности, угрозы, какие риски, а какие есть положительные стороны. И вот, ребята, скажите, получилось ли у вас так, что вы оказались в группе, которая не соответствует вашему взгляду? То есть, например, вы считаете, что, на самом деле, мое волношение, субкультура – это вред, но вы отрицаете. Или, наоборот, вы считаете, что нет. То есть, получилось ли так, что вы вынуждены защищать позицию, которая вам не близка? Нет. То есть, вам именно вот так вот вы распределили жребие, да, что вы как раз в своей позиции оказались, да? Да. Ну, это хорошо для вас, наверное, не очень хорошо для меня. Скажите, а вот, если бы вдруг так оказалось, чему бы сегодня вы могли бы научиться? То есть, если бы вы находились не в той позиции, в которой вы принадлежите, но вынуждены были ее защищать, чему бы вас это учило? Пожалуйста. Ну, опять же, смотрим, две стороны, и одна медаль. Мало две, спасибо. То есть, смазывать предмет пусто. В каждой стороне находите свои плюсы, издержания. Совершенно правильно. И вот, ребята, вот это качество, умение посмотреть на одно и то же явление с разных позиций, оно очень важно. Спасибо за урок, до свидания.